Но час освобождения настал. Из сообщения Советского информбюро. Войска Южного фронта под командованием генерал-полковника Малиновского в течение нескольких дней вели ожесточенные бои за город Ростов-на-Дону. Сегодня, 14 февраля 1943 года, сломив упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону. Первой прорвалась в город и захватила привокзальный район рота старшего лейтенанта Гукаса Мадаяна. О походах наших, о боях с врагами Долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями часто вечерами Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать Об огнях пожащих, о друзьях талащих. Где-нибудь когда-нибудь... В период своего временного хозяйничения фашисты расстреляли и замучили более 20 тысяч ростовчан. Более 50 тысяч человек угнали в рабство. Более 50 тысяч человек угнали в рабство. Ростов, что с тобой сделала война? Институт инженеров железнодорожного транспорта. Улица Энгельса, институт народного хозяйства. Магазин «Чай-кофе», ныне универмаг военторга. Кинотеатр «Боревестник». Драматический театр имени Горького. Гитлеровцы разрушили большую часть из того, что многие годы создавалось трудом советских людей. В развалины были превращены центральные районы города. Из 270 фабрик и заводов уцелело только 6. Материальный ущерб, причиненный захватчиками Ростову, исчислялся астрономической суммой 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Нет, этого забыть нельзя. Ростов, 9 мая 1945 года. Ростов, 9 мая 1945 года. И снова напряженная работа по восстановлению народного хозяйства. Все надо было создавать заново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы Ростов в свое время строили. Мы его защищали. Мы его возродим. Торжественно обещали жители города. Торжественно обещали жители города. Благодаря неустанной заботе партии и правительства, героическому самоотверженному труду рабочего класса, столица Дона восстала из руин и пепла еще более светлой и прекрасной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова